всем привет с вами диктофон и сегодня мы с вами поиграем в игру под названием блонс тд6 и в этом видео мы уже будем сражаться с нашим элитным боссом лечо маги лордом поэтому давайте ка отправимся посмотрим что у нас тут ждет вроде бы все должно быть нормально правила у нас такие в этот раз нам разрешили использовать инженера чего нам не было доступно на обычном боссе также скорость босса еще немного уменьшили и добавили что мы можем уже использовать не 15 отсылок 20 обезьян за что спасибо также я беру сауду и в принципе давайте-ка начинать в этот раз постараюсь немного аккуратнее выстраивать наши фермы потому что на обычном боссе я я сам это сказал что я немного завтыкал но счастью босс был не сложным но все-таки на элитном попробуем на всякий случай быть повнимательнее и немного правильнее выставлять наши фермы так чтобы мы потом могли их дороже продать с помощью нашего того персональной добавки нашей много забыл как она у нас называется и обычно всегда когда вот мне надо было вот так вот продавать то конечно наши фермы надо размещать где-то вот в углах карты но самая отработанная тактика у меня слева сверху есть конечно поэтому попробуем поставить сейчас я еще на всякий случай перепроверю и инженера также я хотел у нас разместить сначала я его знаете думал вот сюда поставить чтобы он вот здесь на выходе с дисплетения у нас линий мог наносить очень даже хороший урон но все-таки немного подумал решил все-таки немного подумать и пришел к тому выводу что так вы видите куда лучше поставить сейчас я лучше тут немного сосредоточить чтобы пораньше размещать инженера по итогу я поставлю вот здесь потому что тут у нас начинается уровень следовательно до выхода у нас сауда уже может половина шаров съесть поэтому мы не получим того прироста который бы мне хотелось получить вот если я сюда поставлю надеюсь что все будет нормально вот здесь мы не ставим потому что тут инженер как бы у нас будет это мне даже не знаю как быть то получше я не знаю вот тут в углу можно сразу же поставить я просто и я не могу немного оценивать какой большой радиус у нас будет у флибуссера хочется как бы как можно больше поставить наших банановых ферм что потом все у нас было замечательно автостарт включен все мы разместили давайте определимся как будем называть наши банановые фермы в данном видео а в рандомайзере не выпало число 8 а восьмым комментариям это у нас была уже ферма нового года до постепенно приближается даже если честно не верится но я рад и рад что целом этот год можно сказать подходит концу я очень рад что постепенно вижу какой-то прогресс что я не стою на месте и все равно могу вот что-то доподытожить самое наверное грустно когда год заканчивается ты сидишь и думаю что ты успел взять за этот год и понимаешь что собственно это толком то и ничего я к счастью могу что-то сказать могу что-то вспомнить и могу понять что год прошел не зря и для меня наверное это самое главное чтобы дальше надо идти дальше надо стремиться чтобы все у нас было в порядке я верю в себя я верю в каждого из вас надеюсь что каждый из вас может достичь того чего он хочет да в последние у нас годы мне кажется пошла какая-то эра достигательства где каждый человек буквально занимается какими-то делами добивается просто мировых высот к сожалению мы зачастую видим только в интернете я не знаю кто-нибудь из ваших друзей прям друзей они так что вы говорите знакомый смог ли добиться чего-то вот такого вот невероятного к сожалению это очень редко такое вот бывает очень редко происходит и правда далеко не с каждым поэтому главное вот что-то заниматься что-то вы делать для себя и будь что будет а вот в интернете к сожалению ну как сожалению просто люди публикуют только самое лучшее что у них происходит в жизни я сомневаюсь что многие из вас например постоянно публикуют о том что у вас все плохо мне кажется что обычно люди так не делают зато когда у них что-то вот хорошее происходит конечно же хочется поделиться этим со всем миром а мы из-за этого видим в интернете в основном только то чтобы человек заработал миллион человек купил квартиру купил дорогую машину и из этого нам кажется что все покупают а нет просто публикует только те кто покупают поэтому будь что будет иногда тоже конечно хочется такого быстрого успеха максимального эффективного но не всегда это так работает сожалению ну как мне поставить то я вообще не понимаю так вот давайте я вот так вот размещу у него тогда с вами вот сюда пробую поставить нам инженера у нас еще куда-нибудь вот здесь будет думаю что нормально вроде бы все должно быть хорошо соуда у нас вроде дефать должна неплохо ближайшие так вот раунды даже примерно до 40 раунда будет дефать прям вообще нормально с учетом того что мы же не еще даже инженера добавим поэтому одни плюсы не вижу минусов так что вот спешки сейчас стараюсь выполнять свои дела по дому и я буквально как по счеток тяжело ставится там буквально после того как отправил видео монтироваться по блунцу побежал быстро пылесосить до пипец мне что-то бесит подождите что заново я что-то ей не понимаю тут края то не близки не близко почему мне нормально не получается нашу ферму нового года разместить так вот сюда смотрите мы поставили инженер у нас будет здесь радиус у него высокий целом до сюда дотянется без каких-либо проблем любу стерва мы поставим сюда с краю будем прокачивать по нижней линии у него еще радиус увеличится следовательно я так думаю что пятую ферму мы сюда сможем разместить а ферма у нас нового года поэтому как будто бы так идем неплохо все у нас хорошо потом будем ставить у нас обезьянополис явно свиру но в этот раз наверно уже будем простенькие создавать не как прошлом видео или посмотрим как карты ляжет покажите много рано загадывать о вещах потому что еще ничего не знаю но вроде бы он должен быть в радиусе флибустера должен должен уж флибустера очень большой радиус он так-то в целом смотрите уже даже достает а потом должен быть еще круче то все я верю в нас я верю что все будет в порядке вам и идем дальше теперь уже можем копить на наш первый рынок с вами увеличиваем заработок прокачаем где-то наверное два рынка а после этого будем начинать копить на инженера потому что тогда уже пойдут раунд с большим количеством шаров где именно инженер уже сможет у нас так неплохо зарабатывать помогать нам пока что суда смотрите вообще в соло ну как соло у нет обязательно с дротиками нанесла почти 700 урона это очень даже приятно вот правда на следующем раунде уже надо будет использовать способность ауда потому что без нее мы не сможем пробить и нет ну я так думаю что мы совсем справимся сона с вами будет хорошо вот добавляем рынок чуть не хватает узкая не пока летят там себе мы их не торопим кружок наворачивают и вот здесь вот используем прокачиваем еще рынок нового года интересно правда когда вы выйдет уже обновление в блунсе я не тороплю его я надеюсь что он выйдет в конце следующей недели потому что ну правда нет есть некоторые дела я понимаю что мне несколько дней будет но отсутствовать компьютер доступ к нему поэтому как-то как-то не очень хочется спешить с этим всем делом так смотрите смотрите у нас всего лишь один шарик пролетел это он снес я бы не сказал что большое количество здоровья нам вообще почти 0 если честно так шаролов почти что мы на него тоже накопили я уже 32 раунд если честно немного это беспокоит тем что я как-то погнался за за стольким всем надеюсь что это реализует вот прям ящик мы так поставили буквально на входе поэтому теперь это нам должно очень даже хорошо помогать понятно понятно сразу же камуфляж ну спасибо спасибо это они вот решили сказать что ты поставил ящик а у нас есть контр пик о денежки спасибо спасибо инженер давай дальше мне помимо рынка надо еще поставить флебусера и я так думаю мы сразу будем ставить у нас получается снайпера по нижней линии здесь но он прям нужен я еще на обычном боссе это понял и понимаю что на элитном боссе точно без него не обойдется так опять камуфляж но при этом смотрите мы поставили уже нашего инженера мы поставили у нас пять рынков нового года сдавайте вот так вот аккуратно и попробую выстроить нашу систему теперь прокачиваем но он должен быть в радиусе вы посмотрите он затрагивает прям очень хорошо сейчас мы копим с вами пять с половиной тысяч я так думаю что это не займет большого количества времени ага тут используем скилл салуда салуда нас тут выручит так немного ждем и вот так вот все хорошо мы с вами молодцы на 38 раунде смотрите персональная добавка есть сюда она подходит ну как замечательно как хорошо отработал ух получилось у меня всегда такие вот проблемы в этом месте выстраивали бустера через раз выходит к счастью здесь у нас вышло так автостарт мы с вами убираем то есть тысяч у нас всего лишь есть но маловато если честно ладно уже восемь уже даже не шесть уже идет дело у нас получше девять так 9 у нас есть тысяч там быть мы сейчас все будут дамажить раунды будут идти хочется что все было по-другому хочется потом его продать побыстрее о смотрите здесь он будет в радиусе и тут мы сможем добавить деревню чтобы на всех случаев добавить забавить в случае чего и все а что дальше то делать продавать что ли так не хочется мы только все поставили ну ладно на какие жертвы только не пойдешь ради прохождения этих боссов все давай дамаж умоляю очень надо вот еще барабаны джунгли сейчас поставили вот прям сейчас урон неплохой похилился от кого непонятно у нас никто не бафает ну кроме этого кроме деревни но она дает постоянный баф следовательно она не должна отхиливать это вот меня отлич все время прям вымораживает я не понимаю ну в данном случае я реально не понимаю что его может так бафать чтобы ему давать восстанавливать так сюда мы вернули потому что заработок нам надо наращивать что-то ну хилится и хилится вот гад такой не нравится мне во все восстановили чтобы скоро мне кажется снова все продать сейчас мы вот эти вот выставим остальные деньги я наверно не буду тратить чтобы мы потом обязательно полис могли с вами поставить зарабатывать побольше монеток 45 раунд в целом идем неплохо если так вот подумать снайпер у нас все уничтожает сейчас самое главное чтобы он последний выкид справился ух молодец ну все победа первый класс с вами прошли на 46 раунде мне кажется мне кажется довольно даже хорошо довольно быстро теперь мы еще вот его сможем продать потому что ну как бы двадцать одна тысяча это вообще не шутки плюсом вот эту деревню у нас уже 35 тысяч при этом вот такое чудо уже выставлено выстроено на нашей карте ну неплохо идем мы с вами наверное наверное его опять вот придется нам продавать что-то мне подсказывает так что сейчас я вот подумаю куда нам выстроить получше ну мне кажется вот реально в этом месте попробуем поставить наш абзинополис вот так вот сделаю мы конечно без скидки поставили но как бы ничего страшного тут тоже скидку делаем здесь скидку делаем перестарался со скидкой опять заново 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 ребят извиняюсь но по-другому никак сейчас попробуем более отработано побыстрее все это сделать ну просто лишние деньги потратил не там где надо было потому что деньги мы тратим вот здесь вот так не затрагивает еле теперь радиус мы тут увеличим теперь смотрите затрагивает уже и нам бы еще надо будет что-нибудь поставить для того чтобы дефаться у нас сейчас сто процентов должен потом пойти кто снайпер ой снайпером слушайте вот давайте тут пока скидка может я размещу временно опа скидки прям так неплохо потом еще примаглефа надо будет добавить конечно в идеале потом мы все это будем заменять именно а вот здесь вот прям на воде вообще ставится я вообще не понимаю физики данной игры ловлю большие я кайфы вот укрепленные пошли как много хп не сносится что-то вот я заметил поэтому давайте тут добавляем теперь уже примаглефа тоже скидка тоже все хорошо и тут давайте выстраивать уже наши рынки нового года что больше зарабатывать укрепленный укрепленный муап на должны справиться камуфляжа куча тоже должны справиться керамика примаглеф давай я тебе верю вот здесь вот вот здесь вот смогли поставить я то уж подумал что все опять что-то у нас там неладно конечно криво все выстроено но как получается так получается главное что с душой с душой я все это ставлю остальное неважно у нас сейчас 48 раунд для 48 раунда мне кажется мы идем с вами неплохо и вот так вот подумать мы еще можем целых три обезьяна поставить с вами у нас будут рынки нашего нового года это совсем скоро уже реально осталось в моем случае отработать три недели а потом потом где-то недели полторы можно будет отдохнуть потом отработать два дня и еще два дня отдыхать вот это конечно какая глупость тема не влезает как некрасиво если честно о влезло обманул 50 раунд пошел немного боюсь я его но в целом смотрите очень достойно мне кажется все поставили теперь здесь я могу прокачивать уже наши центральные рынки нового года я так думаю мы этим с вами и займемся потом приближение к следующему классу я уже буду продавать скорее всего вот эти наши рынки и флебустера это нам даст тысяч 30 с чем-то то есть все нормально для нашего мэда авто к второму классу я хочу поставить попробовать мэда надеюсь что нам тут поможет можем ставить друидов ну блин я не хочу если честно если честно правда не хочется именно ими заниматься как там это мне породнее будет и при этом радует что заработок у нас увеличивается пока что где-то до 56 раунда спокойно прокачиваем наши центральные рынки нового года а дальше уже будем конечно же все идти уже на мэда так примерно у нас будет пять шесть центральных рынков что там того что они за каждый тик нам приносят под то с чем то монет сто сто пять где-то же да сколько я не вижу да сто пять по моему да убрал скорость теперь видно так что в целом это очень хорошо а тиков у них за каждый раунд ну больше десяти следовательно каждый из них больше тысячи нам приносит опа уничтожаем и вот может быть последний центральный рынок или он может еще на один даже успеем накопить сколько тут камуфляжа но благо у нас сауда большая молодец ну и так же как бы липкая бомба помогает вот давайте я еще один центральный рынок вот так вот прокачаю и все и хорошо у нас их шесть штук мне кажется этого вполне себе будет достаточно теперь просто зарабатываем копим маба у нас ой точнее мэда когда-нибудь вот сюда поставлю у нас еще два раунда на заработки нам главное знаете накопить тысяч тридцать сорок я так думаю что мы сможем накопить нужную сумму потому что у нас уже есть тридцать тысяч и у нас будет еще целый раунд впереди может быть даже тысяч пятьдесят накопим я очень сильно на это надеюсь мне бы этого очень хотелось а может быть и накопим правда вот пошла жара а как будто накопим смотрите так скилл сауда на всех случаях завязаю пятьдесят одна тысяча у нас имеется ну прям хорошо на самом деле так вот подумать или надо опять сюда его ставить слушайте а может сюда поставить чтобы потом подороже продать его давайте давайте сделаю так или чё вообще вот здесь его контролировать намного проще если честно если так подумать эх ладно давайте я тут поставлю его все таки я поставлю вот здесь потому что тут он правда больше импакта сможет нам внести удобнее вот так будет выбирать зону тут продали тут продали и этого продали все мэда мы с вами купили мы с вами сделали его можно еще алхимиком много усилить 180 тысяч хп на самом деле немного так что 100% у нас мэд должен справиться конечно тут много классов из него будет вылетать много этих фантомов дурацких что вот это наверное самое опасное что было что было ребят так как как понять то там уже буквально на выходе был все я чё то немного обомлел если честно сейчас от увиденного когда вижу что уже моп с лозами просто пролетел из ниоткуда как это вообще могло произойти конечно непонятно ну ладно давайте может все таки здесь попробуем давайте вот этот раз сюда я поставлю и к нему мы потом еще так же добавим а я вот сейчас вот думаю может быть ради любой копеечки сейчас еще раз попробуем одну систему вот это вот мы все продаем со спокойной душой вот скидка была во и скидка есть и больше денег будет приносить ну одни плюсы не вижу минусов тут барабаны джунгля мы просто вкачаем можно сказать деньги то сэкономили теперь я сюда добавлю еще алхимика я так думаю что мы еще снайпера обычного добавим потому что как то все опасно может быть снайпер у нас будет выручать в случае чего блин так мы пера вот сюда поставим чтобы тоже потом подороже продать давайте начинать нашу схватку надеюсь что в этот раз все будет получше блин дура химика поставил ну как так можно так я убрал химика просто не пинайте тапками постараюсь исправиться сейчас копим на нашего элитного защитника чтобы он нам дополнительно помогал справляться с всякими там фантомами вылетающими вот все теперь у нас есть теперь я так думаю мне будет попроще да потому что он справляется опять он оба что то хилиться ну сейчас ну нету даже ну как блин у меня просто нет слов от чего он это делает ладно все равно вам половину хп пробили мэтт помимо того что бьет босса также бьет вот вылетающего фантома и также вот некоторых мобов которые рядом с ним а те которые вылетают по другой стороне их уже фиксирует у нас элитный защитник то есть в целом важная такая работа происходит мне нравится вот блин опасно так это третий раунд у нас ну все ну все получилось поздравляю вас с этим чудом теперь я тогда делаю вот так вот вот это вот продаю видочку такие бафы на самом деле хорошие нам сразу же хватает на централ я очень надеюсь что мы следующий раунд переживем потому что как будто бы этого может и не случиться а то опасно как никак я так думаю может быть нам немного вот так вот снайпера сейчас вкачать ну что смотрите что у нас тут ждет а он нам хотя бы вот так вот помогает ох ладно справимся все хорошо теперь давайте так же добавим инженера вот тут прям такое место там можно разместить ладно я сюда поставлю не будем с вами прям так мучиться разгон есть деф тоже определенно у нас с вами присутствует то разгоняем централ на 65 раунде мне кажется ну это очень хорошо мы с вами сейчас сделали опа а поставить там можно а давайте сюда я одного поставлю потом еще второго также добавлю вот здесь чтобы автоматически все собирать мне не пришлось потому что мы теперь тут будем выстраивать именно наши исследовательские лаборатории этого снайпера мы скоро будем пересоздавать немного в другом месте я так думаю что снова его потом буду прокачивать во все хорошо еще и забавы сильные просто идем дальше к следующему классу нам уже надо будет создавать парагона я понимаю что на этой карте владыка плазма но он не очень на самом деле нам будет подходить поэтому не знаю как нам быть так давайте продам влезет ли а вот так и думал что не влезет поэтому я перед выходом все это делал чтобы так опа откатись и он нас вернулся снова здравствуй снова как дела инженера уже вообще мы можем продавать он уже не такой для нас эффективный чуть-чуть чуть-чуть он конечно приносит денег но это уже настолько минимальные прибавки идут для нас мы их как бы даже и не чувствую так вот я делаю видите то есть у нас было 520 вот сейчас вот я например хочу сравнить сколько будет тут в принципе сейчас даже одним уабы вылетает то есть мужа в целом то я не чувствую так у нас там всего лишь еще одну ферму мы сможем разместить вот так как было 520 так осталось надо с этим делать вот сейчас сейчас что-то будет вау сто монет спасибо спасибо инженер он нам реально помог в начале но сейчас мы уже будем идти другим путем по другому краю вот здесь давайте перестраивать тут будет такая каша а тут как вот тут я вернуть то смогу а все смог ура поставил разгон использовал там бы еще потом вкачать с вами обезьянь уолл стрит чтоб был потому что он все равно нам помогает куда бы нам его поставить это наверное вот здесь а вот здесь я вот так вот сделаю а вот здесь я уолл стрит вкачаю все нормально для 70-го раунда мне кажется мы идем с вами очень достойно дефаться можем правда вот надо будет нам элитного защитника уже вкачивать пора наверное а так за один раунд сейчас мы уже зарабатываем больше 30 тысяч 40 даже уолл стрит хватает покупаем что ж тут за дефоле элитный защитник есть ну и нормально если так вот подумать так вот посмотреть конечно пора нам наверное любу сера продавать тоже а тут можно вместить вот тут вязает ну прям зарабатываем прям стараемся а вот на месте кстати вот этого снайпера можно будет потом разместить у нас нашего какого господина глефа просто он у меня тогда был на выходе и на выходе он ну мало дамажил например на пятом классе обычного босса он вообще урона никакого не наносил то есть он уже был таким немножечко бесполезным к сожалению друзья на ниндзя не хочется продавать потому что я понимаю что мне хочется сдать вознесенную тень но не знаю на данный момент она тоже уже перестала быть такой для нас полезной давайте вот здесь я прокачаю доминированием лап чтобы он уже например наносил урон помогал нам для будущего парагона сразу же компляж пошел ну конечно что то такое себе но в счастье мы справляемся потому что у нас кстати тут вот снайпер делает очень инженер позволяет видеть еще соуды справляются вот так вот сделаю чтобы уж все было совсем у нас хорошо какого нам еще надо будет продать наверное ну все таки снайпера чтобы разместить нашего парагона просто все вот это уже оставшееся мне продавать не хочется для нас там будет довольно полезно хотя посмотрим хотя наверно придется мне продавать потому что я вот сейчас смотрю у нас 76 раунд и уже 77 и 160 тысяч монет то есть нам в целом может быть на парагон даже и не хватает денег так что сейчас тут будем думать будем гадать но все равно все идет под контролем как будто бы я сейчас побольше постарался чем на обычном боссе на обычном боссе я там правда сначала немного неправильно поставил у нас фермы я даже кстати в том видео сказал об этом что я накосячил поэтому здесь мы уже с вами исправились теперь просто чувствую себя комфортно на данный момент правда как-то даже меньше стресса чем на обычном боссе ну не знаю ну тут у нас еще во-первых доступно так-то больше ферм если так вот смотреть больше ферм нового года следовательно заработок у нас больше поэтому мы себе и позволить можем немножечко побольше монет ну и тогда у меня было больше защитных обезьян здесь сейчас мы прям стараемся идти все-таки по минимуму для того чтобы у нас прокачать парагона когда будет парагон снайпера я уже так жду если честно он для нас такой полезен и мне всегда так жалко его продавать а вот парагон было бы вот это прям другое дело вот добавляем сюда 250 тысяч он у нас стоит давайте я буквально чуть подожду когда у нас будет где-то 340 тысяч тогда мы его создадим а он сейчас будет съедать разгон я понял он похож с разгона хилился е-мое а я тогда и не разгонялся в целом ладно давайте создаю тринадцатая степень небольшая блин если честно правда что-то совсем небольшая степень но этого должно хватать чтобы снести миллион хп я так думаю теперь я бы хотел у нас поставить морского наварха все-таки а его куда нам размещать я так думаю в идеале сейчас мне бы увидеть тут что-нибудь в идеале может быть я бы его куда-нибудь вот сюда поставил потому что тут у нас босс больше всего катается больше всего мается и следовательно морской навар тут будет очень даже хорош и эффективен для нас но при этом надо будет чем-то пожертвовать давайте уж продавать чтобы у нас все вместить хотя бы какой-то баф будет ну полмиллиона я так думал мы накопим без каких-либо проблем и надо будет отдавать дополнительные деньги на прокачку сейчас автостарт ставим баф тоже размещаем и все пошло жара полмиллиона накопим вообще запросто 150 тысяч так надо будет вот посмотреть сколько мы примерно сейчас за один раунд зарабатываем но мне кажется 1080 у нас выходит где курсор вот нашел так что да но при этом желательно бы нам еще поставить парочку флибустеров поэтому я бы наверное сейчас вот этими немного пожертвовал это мало того что даст прибавки к нашей степени парагона в принципе на это можно и заканчивать это даст прибавки к нашей степени парагонов это самое главное на самом деле потому что чтобы было было больше урона больше огневой мощи в нашем случае в идеале конечно правда создать ну 30 степень расходного арха это сделать не так уж и просто особенно когда у тебя просто 3 обезьяны и то тут у нас хотя бы будет 5 они тоже будут приносить монеты а каждая монета которая приносит флибустера это как по моему 4 урона я раньше прям помнил полностью число что то сейчас я подзабыл по моему как 4 урона коррелируется это все так что в целом это очень хорошо тут 4000 ну ладно уже по 5 то есть уже плюс 20000 к урону сейчас вот этот флибустер очень старается это тоже приносит деньги хорошие поэтому все у нас по плану разгоняем а потом наверное вознесенную тень я попробую еще добавить надеюсь что нам хватит на нее денег с тремя парагонами будем справляться будем сражаться с нашим пятым классом главное чтобы все было под контролем так сюда уже 97 раунд то близится все приближается а дам я конечно максимальное количество денег флибустеру 370 тысяч ну прям молодец прям старается опа 311 тысяч отдаем сюда так вот ставим какая степень 25 блин 25 ну ну ладно вот что то теперь давайте устраиваем наши исследовательские лаборатории чтобы они у нас по возможности хоть что то успели нам заработать за это время потом будем добавлять как я уже говорил вознесенную тень но при этом все равно смотрите справляемся урон наносится так вот еще мы можем одну поставить тут уже будет рынок как это ддт пролетает страшно вот с лианой вы видите это я каждый раз пугаюсь если честно я рад что смотрите он не успел сделать круг и мы вот его тут побеждаем четвертый класс до пятого у нас еще есть 16 раундов и уже имеется 140 тысяч монет так что вознесенный тень у нас точно будет и может быть я все таки добавлю владыку плазмы или например у нас тут будет дополнительно подводник какой нибудь но не знаю насчет подводника просто я вот сейчас понимаю что мы накопим по двадцатому раунду тысяч семьсот наверное может даже побольше получится и помимо всего этого мы же еще сейчас будем потом продавать все что у нас тут имеется на карте это тоже не маленькая сумма все это прокачивали все это стоит таких больших денег то что решил проверить идет ли запись к счастью идет почему только сейчас мне это пришло в голову проверить то было бы на самом деле страшно дойти до такого рубежа уже и буквально подумать типа пойдет ли запись вообще смотрите у нас 11111 хп ну число хорошее число у нас тут неплохое выдалось и продолжаем мыть правда удивительно что мне 5 центральных рынков дают по 6 хп за раунд почему всего по 6 здесь уже вроде есть обезьянное знание которое дает там побольше там чуть ли не с каждого по 3 вроде должно выдаваться что-то непонятно при этом посмотрите у нас уже 750 тысяч так что вознесенная тень на 100% будет может быть мы даже миллион успеем заработать ну да должны к 120 раунду миллион заработать ну вообще замечательно молодцы горжусь нами самое главное чтобы потом мы прошли вот этот финальный 5 класс это как бывает знаете все идет нормально все идет хорошо и потом вот последний класс буквально все портить это очень страшно я такого не хочу как будто скилл очень быстро откатываются у меня буквально без установки использовал наше ускорение вот все давайте тут продаем продаем как карта то очистилась я одного нечаянно фермера продал я не специально практически полтора миллиона у нас есть выстраивать я его хочу где-то вот здесь в центре пол миллиона но стоит и теперь давайте вот этих еще добавляю пусть будет у нас хоть кто-то 30 степени надеюсь что хотя бы он будет так вот просто мы добавляем качаю вообще их надо штук 30 чтобы была точно 30 степень но я сделаю поменьше наверное и дополнительно деньги мы отдадим а все я больше то я не могу точно давайте еще 200 тысяч я отдам у нас есть еще 400 тысяч 31 ну вообще круто и давайте я реально попробую поставить у нас подводника дополнительного пускай он хоть какой-то урон да наносит сколько у нас там нам не хватает ё-моё поставил называется ладно давайте начинать битву может мы успеем за битву заработать 18 тысяч надеюсь что да 24 миллиона хп у него это конечно страшно мы ему 2 миллиона уже пробили 3 миллиона пробили главное чтобы дальше все было так же хорошо что-то переживаю если честно мы ему сейчас только одну четвертую хп снесли мы почти на подводника накопили ура ё-моё так ну давай ты помедленнее бушить и пожалуйста все пошло жара еще один парк год добавился надеюсь что нам поможет так же давайте я тут вот так сделаю чтобы радиусы у нас были чтоб подводник этот стрелял и наносил урон смотрите мы ему уже снесли 15 миллионов хп у него остается 9 8 6 то есть ну да должны должны явно с верю 5 5 4 3 да да все справляемся должны все хорошо 2 1 ну молодцы мы ну молодцы горжусь горжусь прошли прошли ура так переживал на самом деле потому что 5 классы в последнее время прям преподносят много всего интересного но к счастью в этот раз победа за нами по итогу мы башеной разместили 78 штук шаров пробили 585 тысяч общий урон составил 53 миллиона практически сгенерированный денег 2 миллиона 770 тысяч что на 1 миллион 100 тысяч больше чем в обычном боссе у нас было потрачено на деньги 3 миллиона 800 тысяч что на полтора миллиона больше чем в обычном боссе обезьяна звезда морской навар которая нанес 22 миллиона урона вообще не зря поставили ой нам тут такое хорошее мгновенное обезьяну выдали давайте тут проверим 11 миллионов тоже очень сильно помогло тут практически 3 миллиона но все равно я считаю что мы не зря его поставили все равно он преподнес нам небольшой вклад так мы его может дольше убивали уничтожали и тут 15 миллионов хотя мы его только что разместили очень круто не зря не зря вы большие молодцы с вами а на этом я буду заканчивать данное видео надеюсь что вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой канал а с вами был диктофон всем удачи и всем пока пока